Кусочек рации Нет крючки. Утро. Спали плохо. Что-то вообще не спалось. Аппетита нету. Это вообще просто бомбические рюкзаки. Внутри дома. Татарка. Татарск. Качкарник. Холодные. Макароны будем варить. С колбасой. Вроде залетают. Первый раз за три дня я снял куртку. Пока гнуса особого нету. Наконец-то мои мучения кончились. Антоха, ты бы знал как я рад. Поехали. 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 Посмотрим какая скорость у нас. Идем. саза 4 16 километров где-то здесь выгружались эти на как его найти до черностров здорово куда мы ходили сейчас он ручей чистый мы воды набрали на хватит поздоровался сач сколько антоха осталось километров осталось 7 километров ну половину считаете даже чуть больше половины проехали я уже заколебался с не с привычки руки немножко устают но мы такими мелкими перебежками все равно останавливаемся то спину спину разгрузить руки разгрузить немножко сейчас нету течения практически там когда выезжали было нормальное течение есть просто и не сеял сильно широкий стал и уменьшилось течение почти стоячая вода нам осталось тут сколько два километра вот до туда не знаю по эту сторону уже проголодались есть охота да сегодня наверно мы порешали с антохой будем сейчас делами займемся будем наверно макароны творить макароны с мясом осталось сколько я не знаю но может чуть меньше двух километров почти дошли до места откуда мы будем переходить двадцать пять километров рассчитываем за три дня пойти и 4 максим а канистра вся посмотрю до пустая рация что ли корабельная корабельная кусочек рации не знаю нет крючки или чё это а это перемет это на перемет ставят артой еще коробки смотрим тут рация но наверно рацию а может не раз я хер его знаю как написано должно быть ультрафлекс называется я там уж коробка нет не одно ставим чьё-то еще капкан на этого на соболе куча капканов весло пузыри выпиты все отмотали мы 16 километров пайдарки все перетащили сейчас надо ставить палатку побыстрее к нам идет газовой фронт походу блин дождь сильный будет вот лук дикий на камнях растет но везде тут растет по енисею Антоха на тебе мошки сколько сколько дай посмотрю весь в мошке так же как я еще такая мелкая мошка это мошка Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь что нам сказочно повезет сейчас вот грозовой фронт прям прошел той стороной Ну немножко может быть вот здесь вот нас застанет отсюда Пока я везучек Ну вон дров натаскали В общем мы не будем сейчас макароны варить Мы что-то переиграли сейчас немного рыбы вчерашней жареной поели колбасы поели Ну посидели немножко тут хряпнули Так скажем мой первый 16-километровый сплав по Енисею Ну сейчас наверное чай будем чай готовить на завтрашнее утро Сейчас мы уже сколько у нас там 9-й час наверное да 15 минут 9-го Ну в палатке там все сделаем да постелим Антоха собрал уже рюкзак И завтра пойдем в гору сначала Ну и с погодой нам повезло малость Немного попутный ветер был Волны не было, встречного ветра нету Не было вернее, так чуть-чуть Мы прошли маршрут этот досюда за сколько? За 3-3,5 часа Взяли с собой вот такие вот матрасы Самонакачиваешься Ну не самонакачиваешься А надо качать короче вот так Сейчас покажу Открываешь крышку Вот здесь затыкаешь И вот это насос Ну так рукой качаешь Очень легкие, компактные матрасы Сейчас скоро будем спать укладываться Надеюсь, что у нас все-таки дождь не настигнет В итоге нас дождь все-таки загнал в палатку Пока не сильный, но идет дождик Ну мы, кстати, и готовились ко сну Уже 9-й, наверное, сколько времени? 9-й час? 10-й даже час Ладно, надеяться будем на лучшее Завтра самое сложное только для меня будет Ну и для Антохи тоже Ну это просто как для первого раза Как я говорил, что я в первый раз хожу Ну блин Тяжко, конечно, тяжело Проверяю себя на выносливость А уже все, уже деваться некуда Задний уже никак не сдашь 19 августа Утро Спали плохо Что-то вообще не спалось Аппетита нету Есть особо не хочется Только пьем Вон сейчас шоколадки Одна кружка на двоих Антон где-то одну кружку То ли оставил, то ли потерял Не знаю Пользуемся пока уже два дня одной кружкой Сейчас собираемся По-тихому Ох, придется нам Конечно Чесать по лесу Не знаю, как это Мы сейчас хотим Просто два километра Надо пройти Вот туда еще подняться в гору В этот холм И там уже как бы по прямой Через кусты Потом лес начнется По лесу будет вроде как Проще идти Нам идти, блин Где-то три дня По лесу Офигеть Это очень медленно будем идти В лесу ночевать Да, блин Так, ну время у нас Одиннадцать Собрали мы все Капец, конечно Блин Это вообще просто Бомбические рюкзаки Куча всего На резинках затянули Ча я вчера сварили Три бутылки В дорогу Сейчас 10 метров пройду И сдохну Еще туда Надо идти Вот заброшенные Деревня Три дома Татарка Татарск Капец Тяжело идти Все заросшее Так, ну что Мы продолжаем Путь Нам надо дойти До ручья Здесь он Ну как, сколько 150 метров Делаем постоянно Привалы По Может по 5 Максимум по 10 минут Пьем чай Одна бутылка Осталось Было 3 Сейчас наберем воды В ручье Там еще Подъем будет Расположим Короче Будем располагаться Сушиться Ноги Изнутри Мокрые Потому что Потеешь Идешь Уже неопреновый носок Не спасает Внутри все Мокро От пота Будем сушиться Костер Разводить Тяжело Конечно Сколько Мы прошли Даже Трех Километров Не прошли Ну вот Дошли Мы До ручья Сидим В нем Сейчас Надо будет 5 литров Налить Воды Сегодня Будет Борь Скорее Всего Хотим Борща Все Никак Не можем Нормально Поесть Аппетита Нету Вообще Сейчас Уже Хочется Сейчас Скоро Будем Лагерь Разбивать Варить Борщ Холодный Нормально Пить Можно Чисто До Одной Точки Перехода Мы Прошли Ручей Прошли За ручьем Ну сколько Тут еще 200 метров Наверное Вот это Наш Весь Запас Мы Тащили Это Все Вернее Я Тащил Очень Тяжелые Бутылки Будем Их Отсеивать Сейчас Для Затушного Перехода Будем Уменьшать Килограммы Складывать В пакет Взвешивать Сколько Мы Должны Снизить Потому Что У нас Килограммов 35 Наверное Каждому Коль 6 Килограмм Надо Скинуть Каждому Да Или В общем Каждому 12 Килограмм Что Либо Находай Хотя Будь 5 Давай 5 Не знаю По 5 Каждому До Тридцатки Да Короче Тут Гречка Масло А это Мука Муку Надо будет Отсыпать Точно Вот так Он еще Обрезает Уменьшать Вес Это Подклад Пол Для Байдарки У меня Тоже Пол Надо Его Обрезать А это Что Такое Мясо 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 Макароны Макароны Там Сахара Много Что А Соли Верни Соль Будем Отсыпать Сахар Тут Еще Одна Бутылка Масла Сухари Супы Ну Сейчас Будем Вот Пробовать Борж Сварим Вот Такое У нас Запас Сейчас Надо будет Палатку Здесь Установить Мы Просто Тупо В лесу Остановились На ровном Месте И Все Костер Разожгли Комаров Мошек Поменьше Стало А то Всю Дорогу То Мошки То Мухи То Комары То Ководы Короче Все В кучу Было Вот Дымовуху Надо Устраивать Такую Поменьше Стало В термуху Хожу Свободно Пока Такой Расклад У нас Устали Конечно Но Надо На ночевку Оставаться Один Тапочек Потеряли Он Сделал Себе Антоха Подсказал Обрезали Пол Лодки Куда Селим Байдарку Чтобы Лишний Вес Убрать Ну Здесь Так Походить По мху Нормально Борщ Сухарями С мясом Сушеным Наш Ужин Так У нас Времени Без 5 9 Еще Светло Мы Раскидали Вес Короче Мы Просто В лесу Оставляем Получается Много Продуктов Ну Как Много Освободили Просто От Рюкзаков Чтоб Больше места Было И меньше Веса Вот Покушали Чай Попили И Че Удивляет Тут Такие Мухи Короче Прикиньте Вот Костер Разводишь Им Вообще На все Похер Дегтем Мажешься Вообще Просто Они Какие-то Это Непробиваемые Рифтомидом Брызгаешься Они Прям Даже Над Дымом Над Костром Летают Прям Такими Кучками Таблетку В палатке Сожгли Они Наверху Все Тусуются Да Комары Все Ханаем Ну Таблетку Фумитокс Которая Они Вот эти Комары Померли А Вот эти Им Похер Они Они Просто Летают Ну Как бы Они Не кусают Они Не кусачи Но Они Короче Летают Вот Жужжат Так Что у нас Какие Потери Потери Потеря Короче Одного Тапочка И Одного Баллончика Арифтамида Мы Поменялись Рюкзаками С Антохой То есть Я его Одел Рюкзак Он Мой Отдел Где-то Короче Потерялся Тапочек Пришлось Самому Делать Тапочки Там Ну Антон Подсказал Как Сделать Я Сделал Вот Что еще Какие Потери У нас Я часы Сломал А Нифигасе Антоха Еще Ну Ремешок На часах Они работают Но Ремешок На часах Сломал Потерял Череди Еще Три дня Минимум Ну Может быть Четыре Какие там Болота Будут Неизвестно Пустят Они Нас Не пустят Вот Ну И По поводу Потери Тоже Унимательнее Ну А так Мы Освободили Килограмм 8 Мы Пойдем Ох И непринужденно Да Полегче Намного Будет Там Буквально 2 Килограмма Освобождаешь Намного Легче Идешь Ну Это Так Вкратце Самое Интересное Андрюха Сообразил Когда Мы Стали Воду Мы Распредели Воду Чай Он Говорит Так Пьем Мой Чай Потому Что Легче Да Чтоб Мне Полегче Идти Было Когда Он Сообразил Моментально Сообразил Где-то Соображаю Где-то Нет Где-то Антон Подсказывает Прям Много Чего Я Наус Наматываю Ну Вроде Втянусь Ну Вроде Втягиваюсь Да Завтра Тоже Маленький Будет Переход Именно Для того Чтоб Втянуться Ну А После Завтра Будет Тень Км Капец Куда Я Влез Я Почти В шоке Куда Я Пошел Куда Я Влез А Куда Я Влез Влез Я Влез Блин Нам Главное Добраться До Озера Где Мы Уже Надуем Байдарки Один Раз Надеюсь Один Раз Надуем И Уже Мы Не Будем Сдувать Просто Будем Короче И потихоньку Грести То есть Нам 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 Намного Легче Будет Самое Тяжелое Для Меня Это Сам Переход Все Остальное Просто Будем По рекам Сплавляться Ночевать Готовить Ловить Рыбу Опять Готовить Три Дня Перехода И Девять Дней Спала Ну Да Ладно Нам Спокойной Ночи А Вам До Завтра 20 Августа 9 Утра Пасмурно Вроде Выспались Но Все Равно Какое-то Состояние Не Состояние Собрали Лагерь Палатку Ну Короче Рузыки Все Пособирали Вот Разгрузились Что-то Посчитали Вчера Сколько 8 Килограммов Скинули Сейчас Пока Дождя Нету Но Сегодня Ночью Был Дождь Сейчас Надо Будет 2 Километра Пройти Прошли Чуть Больше Пол Пути До Ручья Еще Где-то Сколько Там Где-то 400 Наверное Кого 900 А 900 750 Смотр писал Капец, тут качкарник Куда наступать-то? Куда идти-то? Это капец. Вот наш ручей, такой глубокий, это болото как бы, но это ручей, вроде как чистая вода, а чё дело, дошли вот так вот в траве, видишь, всё по навигатору. Чистый ручей, а с виду этот тёмный. Вот, нашли первые следы человека, распил, просто распилили бревно. Нам осталось тут чуть больше 100 метров, где мы будем ночевать. Там Антоха где-то дорогу себе нарисовал на карте. Тут раньше был типа зимний. Сейчас мы до туда дойдём, там надо будет болото, ещё зайти в воду набрать. Устали, капец. Уже сил, силы кончаются. Вода кончается. О, капканы старые. Ух ты. Ух ты. Татарка, речка. Это, получается, мы спустились 250 метров. Сверху за водой пришли. Ух ты. Ух ты. Вела дружба, закусывает, а что можно так делать? Сушимся. Ноги как у старого дела. Короче все сморщинились. Мозоль еще немножко. Сегодня я конечно устал. Разбили лагерь, выполнили чуть больше нормы. Здесь старая очень дорога, просека вырубита. Стоят эти капканы, как его еще называют, путик. Старые брошенные капканы. Мы сейчас по ней вышли, немножко на высоту забрались. Сходили воды набрали на татарку. Вот лагерь разбили костер, чаек попили. Сейчас будем варить еду. У нас сегодня будет рассольник. Грибочков добавим. Здесь, кстати, грибочки есть. Взяли грибочки. Сварим с грибочками. Палатку поставил. Немножко неровностей. Ну на матрасах, кстати, нормально спать. На таких неровностях. Прошлую ночь спали прям хорошо. Даже сны хорошо снились. Такие прям нормальные. Вот наши вейдерсы сушатся. Носки сушу. В общем, расположились. Завтра опять будем перепаковываться. Что-то выкидывать. Наверное, с собой запасные флиски. Мы трое флисок запасных взяли. В итоге оставим, наверное, два комплекта. Старые оставим здесь, наверное, чтобы меньше веса было и больше объема, чтобы что-то можно было запихать. Насекомые жрут. Что еще делать? От них никак. Ну, брызгаемся там. Вот сетка. Я всю дорогу, кстати, вот эту сетку уже, блин, какой день применяю. Вроде как помогает. Мажемся еще этим, как он называется, дегтем. Покупали венесейский еще деготь в аптеке. Ну, помогает, но, если честно, ненадолго. Антоху вообще покусали. Руки особенно. Сейчас вечер уже вечереет. Еще часа четыре, наверное, потом спать пойдем. Следующий маршрут у нас будет сколько там? Километров пять, наверное, надо будет пройти. А сколько? Шесть? Семь. Семь, а ты говорил пять. Нет? Капец. Идти, конечно, тяжело. Хочется, чтобы быстрее организм привык. Я еще не привык. Ну, так, чуть-чуть. Мышцы. Особенно вот эти мышцы у меня болят. От рюкзака приходится вот так накинаться, чтобы расслабились мышцы, потом обратно разгибаться. Уже ноги забиваются, уже пресс начинает болеть. Вообще вот идешь постоянно вверх и вниз, вверх и вниз, вверх поднимаешься. Как типа подъемчик такой по лесу еще. Ну, представьте, по мху идешь или там через бурелом идешь, по болоту как мы шли. Это вообще просто слов нету. Это мы там 10-20 метров прошли, все, остановились, отдохнули. Опять потом по качкарнику, поэтому идешь. Опять остановились, короче, на каждом. Пофиг куда. Сел туда и сел. Тяжело. Это мой вот. Продолжается мой самый сложный для меня в жизни. Это мой первый самый поход. Это он ветеран. Сидит, блин. Ему пофиг. Я только за ним иду. Просто вслед вслед практически. Ну ладно, завтра будет утро. Давно еще. Еще один день перехода. Еще два дня нам перехода по лесу. Три. 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 Три даже. Тут за один присест пройдешь? 12 метров. Нет, не пройду. А может пройдешь? Не знаю. Но если рюкзак легче станет, то может пройду. Все завтра узнаем. Посмотрим. Ладно, оставайтесь на канале. Что это перловка, да? Сварили перловку с грибами. С местными. Он вообще тут рассольник. А, рассольник? Угу. Ну а перловка-то присутствует. В рассольнике присутствует перловка и огурцы. Ну все. У нас ужин. Такой вот. Надеюсь, завтра нормально будет ужин. Завтра? С рыбой? Молуху должна делать, да? Угу. 21 августа. Десятый час утра. Все собрали. Сейчас предстоит путь по просеке вырубленной. Но там придется то вверх, то вниз идти. Но зато по старой дороге. Дошли до малой татарки. А будем переходить. Вон тоже попер. О! Вижу камни. Ух ты! О-о-о! Холодец, вот так. идем сейчас то вверх то вниз но где-то сложно это тяжело на подъемах сейчас начнутся какие-то болота мы как бы еще вдоль дороги идем привалы делаем не знаю там через каждые 200 метров все равно еще рюкзаки тяжеловатые не такие как раньше были вначале уже свою флиску запасную не вторую запасную оставил выкинул короче вот еще один капкан пошли пошли чуть чуть дальше пойдем сейчас сядем шли немножко по болоту сейчас этот опять на дорогу вышли охренеть как люди раньше за заезжали в черти куда это очень старая дорога ему муж лет 100 осколка 70 ладно сейчас посидим еще один капкан столкнулись такой проблемой пока мы шли по лесу на полпути попали в какую-то аномальную зону антона начал включить навигатор были какие-то сбои с компасом нас не туда повел стал нас кружить по лесу я то сразу почувствовал что мы не туда идем благо у меня тоже был навигатор в телефоне который я вам показывал еще в первой части достал и посмотрел куда нам идти все нормально идем дальше через какое-то расстояние у антона разработал навигатор основной навигатор вообще у нас работал от пачковых батареек приходилось пути менять батарейки по несколько раз у нас дождик немножко поливают под елю не так сильно поливает ну мошки еще мухота летают ножки и какие-то бессмертные эти мушки такие маленькие но они не кусают пробу ну мешают сейчас мы этот макароны будем варить с колбасой рубли вы заметают сейчас поужинаем делами позанимаемся и будем короче спать ложится в основном палатка занимаюсь я устанавливаю внутри все все матрасы набывают антоха костром занимается у каждого как бы свое дело случайно водит чай бутылки разливают макароны готовы у нас с колбасой сделали так басы корончиков конечно еще насекомые блин чуть-чуть есть приходится выбирать и пепел короче да как антоха все стерильно все прокипятилось 22 августа собрали вещи упаковали рюкзаки сейчас пойдем речку перейдем и в путь погода сегодня безветрена утра только солнце вообще облаков нету жарковато уже будем наверно куртки снимать скоро снял куртку первый раз за три дня я сделал куртку пока гнус особого нету так пойду ну испарение потеешь класс я думаю легче будет так вот чага сейчас отрежу хрен так нет клупаешь будем добавлять в чайную эту чагу кусочек дорогая вещь в аптеках продается тоже не знаю сейчас какая ценовая выше колена приготовили опять макароны чай макароны про потери ничего я свою дуделку потерял эту ну как он горн ревун то есть да ну этот который с дудкой палку потерял бутылку на ручье потерял уплыли они пока переходили игр гранату тоже потерял от этого отпугивающую лимонку пластиковую капец у меня все теряется ну ладно завтра может быть уже на озере буду уже байдарки распакуем макароны с колбасой без хлеба хлеба нет сухари вкуснотища как я люблю костер здесь полили поэтому бревну много муравьев ползала моим автостраду просто распилили здесь на краю моста падают на сюда забираются и обратно ползают сегодня у нас гороховый суп ну как бы по сути гороховый но он с грибами несколько грибочков нашли с последней колбасой непонятная суп к горохово грибной колбасный типа того готовимся ко сну палатку поставил как тебе гороховый суп не знаю там сборная по сути гороховый приготовил не назвал колбаса горох что там грибы ну и все местные грибы конечно надо жидкого похлебать это два дня макароны были у нас сейчас хоть супец расход идет ну и воду мы то на ручьях набираем то сейчас в таких вот так сказать отстойниках болотных но она чистая вода для кипячения самый раз чтобы чай сготовить тут везде такие канавы такие вода там вода набираем пить можно не отправимся завтра нам еще три с километра уже до точки высадки на лодках ну вот и осталось нам три с половиной километров рассчитывали пройти за три дня а получилось четыре с половиной дней но все равно у нас был запас в один день когда идешь столько времени организм начинает привыкать ко всему на третий день даже не хотелось есть только пили холодный чай и воду общаться друг с другом тоже не особо хотелось особенно антон не хотел общаться потому что сбивается дыхание у него была самая ответственная задача голова у него была забита только маршрутом которым он сам спланировал у меня постоянно играли всякие песни в голове я хоть как-то старался подбадривать нас этими песнями вслух я конечно заводил антона своими постоянными вопросами сколько нам осталось ну сколько нам осталось там в ответ была тишина это понимал что ему трудно было со мной общаться нужно было дотерпеть до привала а это каждые 200 300 метров бывало и больше только потом задавал вопрос третий день мы пришли аж 8 с половиной километров я от себя не ожидал что столько могу пройти я понял для себя такую логику меньше знаешь расстояние больше проходит таким образом мы оказывается сократили наш график почти еще на один день наконец-то друзья мы дошли до озера сейчас надуваем бальтарки 27 килограмм рюкзак у меня был 27 а тащил изначально 35 килограммов сейчас 27 накачаем сейчас байдарки и два километра по озеру кончились для меня мучения я это осилил я это все вынес преодолел наконец-то а сейчас только веслом что у нас там еще дальше ждет я не знаю будут будут уже другие мышцы качаться плечи прокачал ноги прокачал 33 килограмма пресс прокачал чё еще прокачал пятки прокачал две мозоли заработал на каждой пятки вон в принципе вон озеро вот туда нам шагалять наконец-то я попробую на резинку ух есть это уже охренеть а чё такое щука нифига вот Продолжение следует...